Буквально рядом с вами, сейчас за спиной у вас в Малом Зале Государственной Думы проходит очень важный круглый стол, посвященный совершенствованию избирательного законодательства. Я напомню, что фракция подготовила и внесла на рассмотрение Государственной Думы новый избирательный кодекс, который, в общем-то, соединяет в себе все действующие на сегодня нормативные акты и формулирует основные принципы, которые позволяют проводить честные и беспристрастные выборы Российской Федерации. Я абсолютно согласен с одним из докладчиков, что сегодня избирательный процесс является основой политической системы и прозрачные выборы, честные выборы в данном случае формируют конкурентную среду, в которой наиболее эффективные управленцы, наиболее эффективные политики попадают или достигают определенных управленческих постов. К сожалению, нивелирование этой системы, к сожалению, огромное количество изменений, которые правящая партия внесла на сегодня в избирательное законодательство, позволяют и облегчают огромное количество фальсификаций, свидетелями которых мы регулярно являемся на каждом выборном цикле. Именно это приводит к власти неэффективных людей, неэффективных управленцев. Именно от этого следуют потом неэффективные решения, неэффективная экономика и в том числе некоторые даже неэффективные проявления и в военной среде, которую мы сегодня наблюдаем. Это все следствие вот этой медленно прогнивающей системы политической, которая вместо того, чтобы обновляться через избирательные процедуры, через выборный процесс, консервирует сама себя. Поэтому в этой связи избирательный кодекс ликвидирует или убирает все те нововведения, которые были внесены в избирательную систему Российской Федерации за последние 10 лет. Это электронное голосование, это многодневное голосование, это голосование на дому, это множественные преференции, которые облегчают воздействие административного ресурса и делают систему, на наш взгляд, абсолютно правильной, абсолютно доступной. И самое главное, чтобы из этого дальнейшее развитие Российской Федерации, политической системы Российской Федерации невозможно. Эксперты, но большое количество экспертов, ученых, представители других партий присутствуют на этих слушаниях. Я думаю, после обсуждения дополнительно будут внесены и кое-какие коррективы. Если говорить о сегодняшнем заседании Государственной Думы, то планируется рассмотреть 48 вопросов. Это вопросы, связанные с бюджетным законодательством, о которых расскажет Евгений Иванович. Это вопросы, связанные с новыми мерами социальной поддержки и вариантами присвоения звания ветеран боевых действий для добровольцев. Это тоже скажет Евгений Иванович. Но, кроме того, в нынешнем, скажем так, в нынешней повестке дня будут рассмотрены вопросы и наши законопроекты, связанные с возобновлением или возвращением индексации пенсий работающим пенсионерам. Я напомню, это уже пятая попытка вернуть с нашей стороны, пятая попытка вернуть, на наш взгляд, совершенно несправедливо отнятую индексацию пенсий у рабочих пенсионеров. Совершенно не объяснила правительство на сегодня, чем оно руководствовалось, принимая это решение. При принятии в первом чтении бюджета Пенсионного фонда, точнее, Объединенного социального фонда, мы довели уже информацию, что это решение, принятое несколько лет назад, не только не сэкономило средства государства, которое планировалось, а более того, привело к тому, что сегодня половина работающих пенсионеров вынуждены были либо уволиться, либо уйти в тень. И, соответственно, в виде недополучения налоговых сборов сегодня государственный бюджет, федеральный бюджет, в том числе, теряет и региональный бюджет, и теряет больше, чем удалось сэкономить на этой непопулярной мере. Избиратели требуют восстановления справедливости, и, безусловно, этот законопроект является логичным шагом и продолжением той программы, которую мы реализуем, той программы, с которой мы шли на эту избирательную кампанию. Точно так же, как сейчас остро встает вопрос о необходимости возобновления выплаты пенсий тем военным пенсионерам, пенсионерам МВД, пенсионерам МЧС, которые были призваны по мобилизации. Тоже, на наш взгляд, неправильно и неэффективно сегодня лишать пенсий, которые люди честно заработали, выполнив свой долг, отслужив положенные годы, в рамках того, что их призвали по мобилизации, потому что в законе это прописано. В ближайшее время соответствующий законопроект мы подготовим и внесем на рассмотрение Государственной Думы. Ну и еще один резонансный законопроект, который связан с введением уголовной ответственности для коллекторов, он так называется сегодня в прессе, то есть за незаконные способы побуждения граждан к выплатам долгам. Я напомню, огромное множество, это и угрозы, это и поджоги, это и уничтожение имущества, это психологическое давление. Сегодня это все в арсенале так называемой службы коллекторов против, скажем так, учреждения, которые мы возражали еще на этапе, когда она появлялась. Мы требовали запретить эту коллекторскую деятельность как таковую и передать ее полностью банкам, чтобы они ее осуществляли абсолютно прожначно, честно. Ну вот видите, к большому сожалению, все это приобрело массовый масштаб, все это сегодня угрожает правам наших граждан, все это вызывает массовые нарекания со стороны граждан. И правительство уже со своей стороны вынуждено внести вот такой ограничивающий законопроект в виде новой уголовной статьи, в виде ужесточения ответственности за незаконные способы побуждения граждан к возвращению долгов. Мы этот законопроект, безусловно, поддержим, но, повторяю, он не устраняет само зло, он не устраняет сам вот этот совершенно ненужный, неэффективный с точки зрения воздействия институт, который существует и который создает огромное число и нарушений, и ущемлений прав наших граждан, ну и самое главное, в данном случае подрывает в том числе и веру в какие-то наши государственные институты. Из 48 вопросов повестки дня есть вопросы, которые помогут немножко в жизнедеятельности наших граждан, это и цифровизация бюджетной структуры, и контроль над бюджетной сферой через казначейство. Мы поддержим эти вопросы, но некоторые вещи, они внушают опасения, и когда бюджеты расходуются бесконтрольно, мы считаем, что это неправильно, и контроль над бюджетами должен быть постоянным. Рассматривается закон о ветеранах, который по нашей настоятельной просьбе, наших товарищей, включает число ветеранов, тех добровольцев, которые сейчас сражаются на полях сражения. Но мы еще о чем говорим, если мы не вернемся к своей истории и не посмотрим, кто же побеждал и когда побеждал, то побед сейчас не будет. Почему забыты ветераны-кубинцы, участники Карибского кризиса? В этом году, несколько недель назад, 60 лет со дня Карибского кризиса, до сих пор эти люди не являются ветеранами. К сожалению, правительство, ну кто-то или пятая колонна, или кто-то сопротивляется поддерживать тех, кто осуществлял победу в нашей стране. Напоминаю, что во время Карибского кризиса, результатом Карибского кризиса был отвод ракет из Турции, из Европы, и мы поставили на место Соединенные Штаты Америки. Почему сейчас не рассказывают об этом? Почему взятие Дворца Амина в считанные часы и этих людей не говорить об их подвиге? Почему наши предложения, которые мы в начале спецоперации еще 8 месяцев назад говорили о том, что необходимо мобилизация промышленности, отменить на 44-й закон, который на 2 месяца тормозит принятие любых решений? Этот закон, который нам навязал Международный валютный фонд. До сих пор законы пятой колонны действуют у нас в Российской Федерации. Почему принимается решение о том, чтобы в декабре поднять стоимость тарифов? Кто-нибудь может объяснить? Есть математики здесь, уважаемые товарищи, когда выплачиваются дивиденды Газпрому триллион двести миллиардов рублей. Это не все доходы. Есть доходы Газпрома огромные. И в это время, в декабре, собираются увеличить стоимость газа. Наши предложения. По себестоимости промышленным предприятиям давать газ. По себестоимости промышленным предприятиям давать электрическую энергию. Бензин по себестоимости для того, чтобы продукция наша была дешевая и доступна. Почему до сих пор правительство этих решений не принимает? Но нам тяжело действовать через прокладку от безмолвной партии «Единая Россия». Вчера принял закон, который дает преференции судьям и который, скажем так, ущемляет право на защиту. К сожалению, «Единая Россия» не слышит доводов депутатов КПРФ. И в государстве, где 0,28 оправдательных приговоров еще давать власть судьям, это перебор. Поэтому, уважаемые товарищи, сегодня рассматривается избирательный кодекс. И, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, кадры решают все. К сожалению, кадры Российской Федерации сейчас таким образом избираются, что люди голосуют за одних, а руководят другие. Поэтому, я думаю, кодекс, который мы разработаем, необходимо поддержать и все-таки людям более активно включаться в борьбу за свои права.